Вся сборная России В подтверждение пример о мяча Павла Костюкова, который с 2013 года возглавляет сборную России. В чем преимущество наших соревнований? Это олимпийский формат проведения, это стартовая гора 9 метров, это совершенно другие скорости. Максимальная скорость на трейке до 70 км в час. В таком формате проведения это первое соревнование на территории Российской Федерации. Первое соревнование по велосипедному спорту «Бумы Икс» в формате «Суперпрос». Свои результаты на омском треке успел оценить и японский гонщик Яшитаку Нагасаку. Мне очень понравилась трасса. В сравнении с международными эта трасса сложна именно тем, что на второй прямой большие трамплины, большие прыжки. Их надо проходить идеально для того, чтобы оставаться в лидерах. У француза Квентина Калерона за спиной участие в лондонской олимпиаде. А впереди Кубок мира в Аргентине, куда он полетит после омских соревнований. Я был в России в прошлом марте и участвовал в соревнованиях в Саранске на закрытом треке. Омский трек очень необычный. Много разнообразных горок. Недавно я получил травму, но надеюсь, его проеду хорошо. Бронзовый призер первенства мира Татьяна Капитанова также станет одной из 16 участниц гонок в Ростовке с 23 по 24 августа. Соперницы все сильные, у нас слабых быть не может. Ярослава Бондаренко, сестры Усовой из Мордовии. Думаю, у мужчин гонка будет зрелищной, так как участвуют такие гонщики элитные и не только иностранные, как бы и наши, Евгений Комаров, Евгений Клещенко. Я думаю, борьба будет острая, зрелищная, будет на что посмотреть. Субтитры создавал DimaTorzok